МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа новости Сургут-24. В студии для вас работает Юлия Давыдова. В начале выпуска коротко о главных темах. 180 дней на принятие решения. Глава Сургута выступил с обращением к жителям по теме возможной передачи теплосетей частному инвестору. Годовщина самого резонансного нападения последних лет. 19 августа 2017-го Артур Гаджиев ранил 8 человек и был ликвидирован. На низком старте спортивные объекты Сургута практически готовы распахнуть свои двери, нужны ли посетителям справки об отсутствии коронавируса. Президент России Владимир Путин определился с кандидатами на пост губернатора Югры. Об этом сообщает ряд федеральных и региональных средств массовой информации. Впрочем, на сайте Кремля пока список фамилий не опубликован. По версии СМИ, глава государства выбрал трех прецедентов, из которых депутатам Думы Югры предстоит выбрать губернатора 13 сентября. Итак, в списке президента России действующая глава региона Наталья Комарова, депутаты Окружной Думы от Справедливой России Михаил Сердюк и Алексей Савинцев от КПРФ. Добавлю, что в выборах в 2015 году принимали участие эти же три кандидата. Тогда представитель Коммунистической партии не получил поддержки коллег. За Михаила Сердюка проголосовали семь парламентариев, за Наталью Комарову 28 депутатов Думы Югры. Глава Сургута Вадим Шувалов обратился к жителям города. Темой его обращения стало предполагаемое консессионное соглашение с холдинговой компанией «Вектор». Организация готова взять в управление тепловые сети муниципалитета на 25 лет. В частности, построить третий тепловывод с ГРЭС, что, по мнению экспертов, дало бы Сургуту возможность развиваться. По словам некоторых специалистов, существующие мощности у города заканчиваются. Вадим Шувалов отметил, что вопрос передачи теплосетей по консессии вызвал широкие обсуждения среди жителей и политиков. Глава города перед принятием решения намерен выслушать максимальное количество мнений. Поэтому вопрос городоначальник отложил на полгода. Мнение экспертов, мнение общественных организаций, мнение политических партий, которые участвуют тоже в этом процессе, депутатского корпуса всех уровней. И после этого принять взвешенные решения. Для этого нужно время и соответствующее обсуждение, после которого мы примем уже окончательное решение. И это, будем говорить, срок у нас дает возможность посекомендовать 180 дней. Также глава дал поручение сотрудникам администрации в течение сегодняшнего дня разработать специальную электронную площадку, на которой жители смогут высказывать мнение относительно заключения концессионного соглашения по передаче тепловых сетей Сургута частной организации. Два крупных моста, связывающих Сургут с большой землей, встают на ремонт. Один из них больше, чем на год. Как сообщили в Уральском управлении автомобильных дорог на трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансиск, близ Нефтьюганска, транспортный переход через Юганскую ОПЕ ждет длительная реновация. В ведомстве, курирующем федеральной трассы, заверяют, что сделают все для минимизации ограничений в движении транспорта. Так, в направлении Сургута проезд останется полноценным, а в сторону Тюмени дорогу на мосту сузят наполовину. В рамках ремонта восстановят покрытие проезжей части, опорных частей, заменят полотно, восстановят деформационные швы, проведут бетонные работы на опорах пролетного строения, выполнят покраску, восстановят существующий водоотвод и очистные сооружения. Работы продлятся до 4 квартала 2021 года. Кроме того, большой ремонт ждет и Сургутский мост через ОПЕ. На оранжевом гиганте заменят все асфальтобетонное покрытие на площади в 15 тысяч квадратных метров. Транспортный переход закрывать не будут, но с 3 по 23 сентября на мосту организуют реверсивное движение по одной полосе, пока другая будет находиться в ремонте. Затем стороны для проезда машин поменяют. Регулировать автомобильные потоки будут светофоры. В окружном департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры призывают планировать поездки с учетом возможных задержек в пути. Сбивчивые рассказы очевидцев. Общегородская паника и шок. 19 августа 2017-го в центре Сургута молодой человек в черном костюме с поясом, напоминающим взрывное устройство, нападал с ножом на прохожих и поджег торговый центр. Артур Агаджиева ликвидировал сотрудник полиции на углу проспекта Ленина и улицы Бахилова. Спустя три года расследование резонансного уголовного дела продолжается. Дмитрий Круковец вспомнил хронологию происходящих событий и пообщался с теми, кто одним из первых оказался на месте ЧП. Мы с мамой шли на дачу вместе, вот здесь, возле этого дома. Этот человек на нас напал в шахитской маске. Он шел с этим в балаклаве, тут у него красная какая-то фигня была с ЧКой. Он залезал в человека вот здесь, на втором подъезде, и вот на этом, на последнем. События 19 августа 2017-го происходили стремительно. Начались они примерно в 11 часов утра. Молодой человек вошел в торговый центр «Северный», переоделся, разлил какую-то жидкость и поджег ее, после чего выбежал на улицу и по пути нападал чуть ли не на всех подряд. Благо, что в субботнее утро в центре Сургута было немноголюдно. С ножом, да, вот всех шерял, всех подряд. Чего надели на модник такой, такой. Нападавшего на Бахилова обнаружил экипаж патрульно-постовой службы. Полицейский какое-то время преследовал беглеца, произвел предупредительный выстрел. Залп злоумышленника не вразумил, поэтому правоохранителю пришлось стрелять уже не в воздух. Для Артура Гаджиева ранение оказалось смертельным. К тому моменту на его счету было уже 8 нападений. В результате налетов, которые были стремительными и для прохожих внезапными, пострадали 8 человек. Всех их госпитализировали. За жизни двоих врачи боролись около месяца. Они получили самые тяжелые ранения. 19 августа, в то время как пациентов осматривали врачи, Рядом с телом злоумышленника работали спецслужбы. Опасения внушал пояс на животе погибшего. Его обследовали служебная собака и саперы. Применила собаку с расстояния примерно 5 метров, ввиду того, что была информация, что возможно на погибшем на тот момент уже находится пояс шахида. Пояс смертника, скажем. Применила собаку, собака сигнального обозначения не приняла, соответственно. Для подстраховки в таких случаях мы применяем двух собак служебных, что называется собаку-дублер. Вторая собака, также обойдя тело нападавшего на саргутяна Артура Гаджиева, сигнала о взрывчатых веществах не подала. И тогда к делу приступила следственно-оперативная группа. Саперы ОМОН аккуратно сняли пояс, специальным образом разрушили и отдали на экспертизу. Было установлено, что это была имитация взрывного устройства. Просто, как, скажем так, по большому счету, очень сильно схожа просто с красной тряпкой для БК. Красная банка, какие-то провода, было примотано к туловищу, где-то в области живота, что это является вроде бы как взрывным устройством. Это красная изолента, это бросается в глаза, якобы это опасно, я террорист. Все пострадавшие в августовской резне трехлетней давности в Саргуте, к счастью, выжили. Уголовное дело тогда завели по статье о покушении на убийство. Материалы под свою юрисдикцию забрал центральный аппарат Следственного комитета России. Данных о закрытии расследования или о передаче документов в суд до сих пор нет. Известно, что в городе проходила серия задержаний лиц, которые могли быть связаны с Артуром Гаджиевым. Однако вся оперативная информация до сих пор остается засекреченной. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Сроки сдачи центральной площади Сургута вновь сорваны. Объекты должны были ввести до 15 августа. Однако с поставленной собой же задачей подрядчик не справился. Причина, по его словам, в некачественной плитке. Как рассказали исполнители муниципального контракта, бракованными оказались сразу две партии стройматериалов. Обнаружив дефекты в первой поставке, изготовитель оперативно заменил брусчатку, однако и та не соответствовала требованиям по качеству. Сейчас поставщика заменили, но у нового контрагента не оказалось нужных форм для производства плитки. В ближайшие дни ее привезут. 25 августа стройматериал обещают доставить на центральную площадь. В ближайшие дни подрядчик займется устранением тех замечаний, которые выявлены. В основном нарекания касаются плиток и бордюров со сколами, их нужно заменить. Строители также приступают к очистке площади от мусора и вывозу неиспользованных стройматериалов. По контракту объекты должны были сдать еще в марте, но весной покрытие пришлось переделывать. Из-за того, что укладывали его зимой, с таянием снега грунт просел и плитка пошла волнами. До лета ее разобрали, основание укрепили и перешли к повторной укладке. Из-за нарушения сроков подрядчик выплачивает штрафные санкции. К этому моменту в бюджет города перечислено около полумиллиона рублей. Администрации Сургута удалось договориться, чтобы срыв исполнения контракта не повлиял на финансирование из федерального бюджета других объектов благоустройства в городе. Но из-за сложившейся ситуации казна также несет издержки. По этому объекту получили санкцию в виде того, что тот объем, который не был выполнен в прошлом году, мы выполнили за свой счет. То есть, по сути, от 14 миллионов 80% было федеральных денег. Теперь это стали местными деньгами. Но считаем, что качество важнее. Реновация парка «Кедровый лог» продолжается. И вроде бы благоустройство, интерес общий и горожан, и властей. Однако первые неоднократно обращались к нам в редакцию с просьбой ответить на вопрос, почему в парке вырубают деревья. Ответили на него и подрядчики, и управление лесопаркового хозяйства. Юлия Тихонова знает, для чего расчищают участки в кедровом логе и загублены ли ценные породы растений. Реконструкцию парка «Кедровый лог» в Сургуте ведут уже второй год подряд. Горожане неоднократно высказывались на эту тему, в том числе и в соцсетях. Беспокоит их не только, как же будет выглядеть кедровый лог после реновации, но и сколько деревьев пострадает при наведении красоты. На прошлой неделе действительно была зачистка насаждений. Освободили большую площадку для нового свадебного маршрута, недалеко от Дворца искусства «Нефтяник». Посмотреть на праздничную тропу приехали члены Общественного совета по ЖКХ и общественники Сургутнефтегаза. Галина Крахалева была в рабочей группе, которая также участвовала в согласовании проекта реконструкции. Я считаю, что волнения не обоснованы, потому что, во-первых, это обсуждалось на начальной стадии проектирования. Мы несколько раз сюда выходили, прежде чем принять участие в согласовании проекта. На встречу с советом также приехали подрядчик и представитель управления лесопаркового хозяйства города. Общественникам наглядно показали, как в итоге будет выглядеть кедровый лог. Само место под свадебный маршрут выбрали не случайно. Здесь раньше проходила тропинка, которую протоптали гуляющие по парку люди. Теперь ее просто облагородят. Конечно, не без вырубки и прореживания растений. Здесь местность преимущественно болотистая, то есть это можно увидеть по поверхности. И деревья здесь были наименее ценные. То есть это береза, подрост сосны, ивняк, и тополь. В остальных функциональных зонах вырубки будет значительно меньше, практически не будет. С управлением экологии, да, все согласовано, разрешение на вырубку получено. Приглашались экологи сюда несколько раз. Совместно был произведен осмотр после выноса в натуру границ дорожек вырубаемых. И получено разрешение на вырубку. Только после этого мы приступили уже к вырубке деревьев. Проект реконструкции кедрового лога разместили еще в прошлом году на сайте администрации города. Было два варианта ее исполнения. Сургутяне тоже участвовали в голосовании, и большинство выбрало именно этот эскиз. Важно отметить, что проектом предусмотрена компенсация растений. То есть на будущих облагороженных участках высадят новые деревья, кустарники и клумбы с цветами. Только это будет выглядеть аккуратно и красиво. В следующий год у нас планы вот в той части парка сделать велосипед на дорожке. Там вообще у нас нету практически ничего. Ну, опять же, большинство пойдет уже по вырубленным территориям. Видите, общественники ходят, и оказывается, что здесь было ранее, лет 5 или 7 назад, значит, уже вырублено. Еще раз я прошу успокоиться, перетерпеть, довериться специалистам, а это высокий уровень специалистов в администрации города Сургута, заниматься этим вопросом. И надеюсь, что ближайший будет, еще раз говорю, мы в этом убедимся. Реконструкция ведется за счет бюджета Сургута, окружных и федеральных денег в рамках национального проекта «Комфортная городская среда». Финансирование и весьма внушительным рублем участвует и компания «Сургутнефтегаз». В этом году в Кедровом Логе планируют завершить работы над новыми площадками. Появятся качели, лавочки, навесы. Оборудуют зону для выездных регистраций браков. На аллее молодоженов выстроятся арт-объекты. Юлия Тихонова, Сергей Коликов, Владимир Федоров, Сургут Интерновости. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Число умерших от ковида выросло до 153. Из них двое скончались за последние сутки. На низком старте. Спортивные объекты Сургута уже на этой неделе начнут принимать первых посетителей. Это позволяет введенный ранее второй этап снятия ограничений. Сначала возобновятся тренировки подопечных спортшкол и сборных команд. Позднее начнут принимать и всех желающих. Нужны ли посетителям справки об отсутствии коронавируса, знает Александр Маковей. Один из главных активов ледового дворца спорта Сургута вовсю готовит к эксплуатации. Система наморозки вновь заработала после долгого простоя и регламентных процедур. Ледовые основания на корте делают в несколько подходов. На каждом из них заливают не более 7 мм воды. Чтобы она застыла, требуется минимум 8 часов. Итак, этап за этапом, пока слой не уплотнится в 10 раз до 7 сантиметров. Заливается уже третий сантиметр, как раз тот, который завершающий перед покраской. Соответственно, двое суток и будет готово. То есть, можно в пятницу уже планировать первые тренировки. Чтобы фигуристы, хоккеисты и любители могли полноценно использовать лед, нужно трое суток работы установки и заливщиков. Уходит до 80 кубометров воды. Процедуру проводят обычно раз в год, останавливая арену на несколько недель. В 2020-м из-за пандемии пауза растянулась на почти 5 месяцев. Спортивный сезон завершился в конце марта. Столько же не функционирует и бассейн. После заключения санэпидемстанции, я надеюсь, что это будет ближе к пятнице, мы планируем начать принимать наших посетителей как тренажерного зала, так и бассейна уже с субботы. Но это самая первая точка. А основной, это крайний срок, это понедельник. Вода в бассейне Ледового дворца спорта уже прогрелась до необходимых 27 градусов. В помещении еще теплее. Заниматься спортивной группой и горожане должны будут в условиях установленных ограничений с соблюдением социальной дистанции. В бассейн не пустят более 60 человек. В тренажерном зале должно быть вдвое меньше людей. Справки об эпид-окружении и отсутствии коронавируса посетителям не нужны. С завтрашнего дня планируем открыть стадион, открытое плоскостное сооружение и лыжеролиную трассу. В настоящее время там идет также уборка, продумывается, готовится объявление, просчитывается количество людей, которые могут находиться одновременно на спортивной арене. При въезде на парковку стадиона «Спортивное ядро» появился контрольно-пропускной пункт. Здесь будут измерять температуру посетителям и напоминать о санитарных правилах. В работу этот объект и соседний лыжеролиную трассу запустят в два этапа. Первым доступ откроют спортивным школам, затем общественным организациям и горожанам. Мы формируем, еще раз говорю, именно списочный состав, расписание под наши спортивные школы города Сургута. Все остальное свободное время будет доведено до жителей города дополнительно. То есть они имеют право приходить, заниматься и на лыжерольной трассе, и на футбольном поле. Это все будет дополнительно. Пока у нас нет этой информации от наших спортивных учреждений. Опубликовать доступное и актуальное расписание обещают на сайте спортшколы «Аверс» после 22 августа. Тогда же, возможно, станет известна судьба чемпионата города по футболу. Вероятно, его проведение согласуют, но даже в таком варианте турнир пройдет при пустых трибунах. Допустить зрителей на соревнования обычно разрешают только на третьем этапе снятия коронавирусных ограничений. Александр Маковей, Дмитрий Круковец, Вячеслав Шаркунов. Сургут.Интерновости. Волейбольный клуб из Сургута узнал соперников по Кубку России. «Газпром Югра» на первом этапе сыграет против четырех команд. Впервые за последние годы наш город не увидит баталий предварительного раунда. Ранее неизменно один из туров проходил в Сургуте. Матчи в этом году примут Красноярск и Новосибирск с 7 по 11 и с 16 по 20 сентября соответственно. Газовики поборются за выход в следующий раунд с чемпионом Суперлиги Локомотивом, а также Кемеровским Кузбассом, Енисеем и Нижневартовским Самотлором. Всего за Кубок страны борьбу поведут 14 команд. В полуфинал пройдут 12 коллективов. Примечательно, что все встречи пройдут в условиях противодействия распространению коронавируса. Так, все игроки за двое суток до игр должны будут предоставить отрицательные тесты, сделанные методом ПЦР. В случае положительного результата на ковид-19 контактных лиц изолируют на две недели. А выступление самой команды в турнире окажется под вопросом. Пара бантов и букварей. В Сургутском районе более 2000 детей 1 сентября впервые сядут за парты. Всего в этом году учиться в школах в муниципалитете будут более 17600 ребят. Однако учебный процесс организуют с рядом новых правил. Как к первому звонку готовятся родители и обязательно ли детям на уроках нужно будет носить, находиться в масках, расскажет Валерия Кудрявцева. В семье Кислицыных из городского поселения Белый Яр три ребенка. Старшие Карина и Кирилл учатся в 9 и 4 классах. Младшая Кира в этом году пойдет в школу впервые. И к этому важному событию родители начали готовиться заранее. Уже научили девочку читать, тренируются писать. Позаботились и о том, с чем Кира пойдет в учебное заведение. Купили канцелярские принадлежности, несколько комплектов классической одежды. Подготовили для будущей школьницы рабочее место. Дело осталось за малым. Рюкзак и тетрадки. Карандаш, линейка, точилка, ножницы, клей, клей-карандаш, клей-пва. Доска для лепки, картон, альбом, цветная бумага. Родители признаются, что несмотря на то, что опыт собирать первоклассников в школу для них не новый, он все равно волнительный. Каждый ребенок по-своему индивидуален. Что-то нравится, что-то подходит, что-то не так. Иногда бывает такое, что недопонимают, как и на самом деле лучше. Лучше приходится идти на хитрость и уговаривать, брать то, что нужно, то, что полезно, то, что дольше прослужит, договариваться. Однако в этом году к привычному набору первоклассника добавится как минимум два пункта – маски и антисептики. Хотя первая, по словам сотрудников Департамента образования Сургутского района, обязательно только для педагогов. Школьники имеют право носить средства защиты в классе по своему усмотрению. Есть и другие нюансы, касающиеся организации учебного процесса. Работа педагогов, работа детей будет осуществляться в данном случае в закрепленных кабинетах. Переходить на занятия они смогут только по тем предметам, на которые требуется специальное оборудование. Это физическая культура, это информатика, это технология, физика, химия, практические части. Кроме этого, все сотрудники школ должны будут предоставить медицинскую справку об эпидогружении. На входах в образовательные учреждения установят дозаторы с жидкостью для дезинфекции рук. Будут проводить обеззараживание воздуха. В крупных школах, например, в Солнечном, Белом Яру, Нижнесартымском, оборудуют дополнительные входы, чтобы развести потоки учеников и не допускать большого скопления детей. С этой же целью будет создаваться ступенчатое расписание. Это приведет к увеличению продолжительности второй смены во многих образовательных учреждениях, но создаст более безопасные условия. Такие правила будут действовать в школах две четверти до января 2021-го. Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Владимир Федоров, Сургут Интерновости, Белый Яр. На этом выпуск новостей завершен. Спасибо, что были с нами. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте indefisnews.ru. Увидимся на наших каналах. Субтитры создавал DimaTorzok Благотворительный фонд Траектория Надежды Субтитры создавал DimaTorzok ria.ru. Телефон 221-555. Если учителю подарят один букет цветов, он будет рад. Если учителю подарят 30 букетов, он будет рад. Но ему некуда будет их ставить, и цветы быстро погибнут. Если учителю от всего класса подарить один букет, а свободные деньги перевести на здоровье детей, будут рады и учитель, и несколько малышей, которым вы помогли стать здоровее. Стать участником акции «Дети вместо цветов» можно на сайте Траектории Надежды tnfond.ru. Все потому, что дети – цветы нашей жизни. Дома, которые мы строим, это не просто стены и крыши. Это возможность начать что-то новое, принять новые судьбоносные решения, узнать новых людей. Мы постоянно повышаем требования к себе и к качеству нашей работы, чтобы каждая из квартир стала уютным домом. Мы – строительная компания «Сипромстрой». Мы строим для любимого города, для вас. Отдел продаж в Сургуте «Есенина-2», телефон 600-190. Карапуз! Учеба будет успешной, мы знаем! В подготовке к школе вам помогаем! Карапуз – все лучшее детям! КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ